Девятиклассник Матвей Смирнов В отличие от Матвея, София Тинаева решила попробовать себя в роли диспетчера. Считает, эту работу с легкостью может выполнить девушка. До двух тысяч звонков в день поступает служба 112. Аварии, экстренные ситуации, кражи, происшествия. У диспетчеров есть всего 75 секунд, чтобы среагировать и направить помощь туда, где ее ждут. Это чаще всего мужчин. Я бы смогла принимать у людей вызовы, но выезжать на вызовы вряд ли. Ребятам из 13-й гимназии повезло. Сегодня они смогли увидеть, как работает начальник аварийно-спасательного формирования Иван Арчаков. Профессиональную деятельность начал еще 18 лет назад пожарным. За годы нелегкой работы видел немало, но взгляд на профессию не поменял. Поэтому всегда участвует в таких экскурсиях, чтобы передать свою любовь к службе ребятам. Прогресс не стоит на месте. Изобретает все новое оборудование, все новые средства защиты для людей. А ваше личное отношение не поменялось? Нет, мое личное отношение не поменялось. Я на какой-то любой другой профессии не могу просто себя представить. В ходе мероприятия мы рассказываем детям о работе системы 112. Мы рассказываем о проведении аварийно-спасательных работ, рассказываем навыки, какими навыками должен уметь обладать спасатель, какие иметь квалификацию, какую иметь квалификацию, каким образом оказывать помощь пострадавшим. Цель таких экскурсий – привлечь интерес школьников к работе спасателей, показать непрерывную работу слаженной службы. И, конечно, научить действовать в экстренных ситуациях. И, возможно, считают спасатели, кто-то из ребят уже вернется в их ряды, когда вырастут. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.